Мы читаем Труды Рабаша, первый том, страница 654, статья «Основа, на которой выстраивается святость». Вопросы можно задавать в процессе урока. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, первый том, 654-я страница, основа, на которой строится святость. Здесь мы видим в духовном здании, что тот, кто желает построить дом, должен сначала вырыть фундамент. И на фундаменте он ставит дом. И когда дьямовы строят этот фундамент, если должен быть дом из одного этажа, допустим, если он хочет построить только одноэтажный дом или многоэтажный дом, и, согласно высоте здания, в этой мере должно быть глубже фундамент. Каждый день строят фундамент, основу, чтобы он был глубже, и тогда можно построить дом более высокий. Этот порядок также присущ и в духовном. Когда человек хочет построить дом в один этаж, он не должен вырывать такой глубокий фундамент. А роют не так глубоко и может выстроить свое здание в выполнении тора и заповедей. Что такое вырывание в духовном, когда роют потребность сердца? Сердце – это называется желание. Желание – сердце называется малхут, и также называется земля. И вырывают хиссарон в земле, прежде чем должны построить дом, должны вырыть в земле, то есть достают там, в том месте вырывание. И когда это место становится пустым, тогда начинают строить. Но когда место наполнено прахом, ты не можешь построить дом, потому что дом упадет. Так же и в духовном. Когда нужно рыть землю, то есть сердце, и оттуда вытащить прах, который находится в сердце, и тогда остается сердце пустым, без всякого наполнения, тогда приходит время строительства. Но когда сердце наполнено разными материальными вещами, на такой почве нельзя построить никакого здания, потому что оно упадет, потому что не может ничего существовать, если нет в этом потребности. Но только в том месте, где есть потребность, он чувствует потребность в том, к чему он стремится, и тогда, когда он достигает это, это уже имеет право на существование, поскольку необходимо ему это. И тогда он уже знает, согласно глубине его потребности, такую ценность он придает этому, и может построить здание, которое не испортит его враги. Отсюда начинается порядок вырывания фундамента, и от глубины этого зависит высота здания. Иногда бывает, что человек говорит, что недостаточно ему одного этажного дома, он хочет выполнять заповеди, чтобы с помощью этого достичь дома в один этаж и не отдаляться далеко от земли. То есть он хочет остаться на земле, и это считается получающим кли. То есть его вознаграждение, таким образом он хочет жить в таком вознаграждении. Так же, как строить дом для жилья, так и считается вознаграждением тот дом, в котором он живет. Известно, что только вознаграждение человек хочет пребывать, и это называется, что он получает за свою работу наслаждение. Это является жизнью человека. Только ради наслаждения человек хочет жить. И поскольку порядок работы в Торе и Заповедях начинают с Лолишма, как сказано в Зор, есть те, которые выполняют Тору и Заповеди для того, чтобы у них была награда в этом мире, а есть те, кто работают в Торе и Заповедях для того, чтобы у них был будущий мир. Но все его вознаграждение – это то, что он получит в получающих килим ради себя. И они считаются земным свойством. Эта стадия называется народ земли. То есть они не двигаются с земли, то, что называется желание получать. И, как говорит Рамбам, когда обучают маленьких детей и женщин, и остальных, населяющих землю, их учат работать из страха, и чтобы получить вознаграждение. Но быть учеником мудреца, согласно тому, что сказал ему отец и учитель, что учеником мудреца называется тот, кто изучает свойства мудреца, и творец называется мудрецом. И поэтому тот, кто следует по пути отдачи, этот человек, говорится о нем, что он учил все мудреца. Поэтому он называется учеником мудреца. Находим, что те люди, которые занимаются Торой и Заповедями и хотят удостоиться дома, это вознаграждение этого мира или мира грядущего ради себя. Они входят в категорию народа земли. Это называется, что хочет построить только один этаж на земле. Поэтому ему не нужно рыть глубокий фундамент и строить каждый дом, чтобы фундамент был глубже. Он вырывает за один раз, и этого ему достаточно. То есть, в тот момент, когда он понимает, что у него есть потребность выполнять Тору и Заповедь по причине, чтобы у него было вознаграждение, это потребность, то есть, это причина, когда он понимает ее, то он уже может работать в том, чтобы отстроить это здание, соответственно, Хесарону. Но когда человек хочет выйти из любви к себе, тело сопротивляется Торе и Заповедям, и ему нужно рыть каждый день, искать потребность в Торе и Заповедях, поскольку тело не сопротивляется его потребности, и он понимает, что стоит работать ему ради собственной выгоды. Это называется, что то, что он роет, не должно быть таким глубоким, но потребность понимания, занятий Торой и Заповедей, это потребность ему достаточно уже, чтобы у него было топливо к работе, и то, что он вырыл за один раз, остается, и он может продолжать работу, и его вот это рытье не должно быть таким глубоким. Но если дом должен быть в много этажей, то есть, достичь души, которая включает на ранхай, это может достичь только в намерении ради отдачи, чтобы все мысли его и желания были бы только ради Творца, а не ради себя самого. таким образом, в то время, когда он желает заложить основу, чтобы построить такое здание, то рытье фундамента не происходит за один раз, и это потому, что после того, как человек работает самим собой и дает понять своему телу, что стоит работать в отдаче, и это рытье не приходит ему с легкостью, потому что во время этого копания он наталкивается на камни, и это тяжело, там трудно сделать отверстие, даже маленькое отверстие трудно проделать в камне, то есть, когда он начинает понимать, что у него есть большой хессарон, и он видит, что ничего не может сделать в ради отдачи, и желает просить у Творца, чтобы дал ему то, что он просит, то есть, чтобы дал ему свет Торы, и это возвращает его к источнику, и посередине вот такого копания он наталкивается на большой камень, то есть, это значит, что к нему приходит мысль, и он хочет понять, почему он хочет работать ради Творца, а не ради себя, ведь известно, что жизнь твоя и жить товарища, но твоя жизнь прежде, и на это понимание, на эту мысль ему ничего ответить, и он тогда перестает копать, потому что камень очень тверд, чтобы смог он образовать в нем отверстие, поэтому он должен взять дорогой инструмент, которым можно разбить камень, и этот инструмент, этот прибор называется веровышезнание, и только с таким инструментом можно разбить камень, это называется внешнее знание, то есть, это знание находится вне святости и служит святости, как клепа, которая является прежде кли, и только в вере и высшезнание можно разбить камень, и поэтому здесь есть подъемы и падения, не всегда может человек находиться в вере и высшезнание, находим, что все, что он вырыл, и то, что он отыскал потребность, чтобы обращаться к Творцу и следовать по путям отдачи, снова вернулось и было закрыто камнем, поэтому снова ему нужно начинать рыть, и снова он начинает рыть и вытаскивать прах, и снова посереди работы он сталкивается с камнем и начинает задавать вопросы внутри знания, и снова преодолевает, и снова использует веру вшезнание, и снова он отыскивает место Хисарона и начинает молиться Творцу, чтобы приблизил его в работе, то есть, чтобы он смог работать, служить Творцу ради Творца, а не ради самого себя. И поскольку все его здания строятся на вере в высшезнание, снова останавливается работа, снова исчезает у него Хисарон, и не о чем ему просить, то есть, нет у него потребности, чтобы Творец приблизил его, поэтому он снова должен начать копать, то есть, работать в том, чтобы отыскать Хисарон, чтобы у него была основа, на чем просить Творца построить свое здание. И когда роют землю, когда вытаскивают прах и камни, прах называется категория сердца, то есть, желание получать ради себя. И это еще не страшно, поскольку человек в большом усилии, он может достать прах земли, но когда посреди работы он наталкивается на камни, когда знания начинают задавать ему вопросы, тогда необходима милость небес, чтобы дали ему силы идти выше знания. И есть огромная работа в фундаменте, потому что за один день не заканчивают работу, но после того, как вырывают яму, возникают камни, то есть, он обретает посторонние мысли, после того, как он преодолел и находится в высшизнании, но не может удержаться, а снова получает падение, и снова он должен начать работу, но человек должен верить, что никакая работа, она не пропадает зря, и все остается не только посередине работы, есть исправление, чтобы не видеть то, что уже сделал, поэтому определяется, что человек каждый день, когда он копает и для основы, для фундамента, он углубляется в землю, и то, что вырыл вчера, должен рыть сегодня, на продвижение, оно идет в глубину, и глубина рытья пока не обретет истинную потребность в помощи Творца, чтобы помог ему, чтобы у него возникло желание работать в отдаче, и монета к монете складываются в огромную сумму, из всех этих копаний он приходит к в такой глубине, на которую же можно поставить здание, которое может удостоиться наранхая души, то, чего должен достичь человек. До сих пор статья. Вопросы? Из Дракхолата спрашивают, когда используют Кли высшее знание во внутренней работе? Какой правильный процесс? То, что я хочу выстроить свою форму как дающего подобного Творцу, как любящего, как выходящего из своего эгоизма, как пользующегося желанием получать во благо ближнему, не во благо себе, благодаря чему я связываюсь с другими, для того, чтобы пытаться выйти изнутри себя наружу. Это называется, что я работаю в вере выше знания, в отдаче, которое ценится больше, чем свойства получения. Когда прежде всего я хочу вывести себя над своим желанием получать и находиться все время выше этого, вне его, это называется, что он убегает из Египта, и это то свойство бины, которое я обретаю над Малхут, а затем, когда я уже обрел эту возможность находиться выше своего эгоизма, своего желания, которое не может меня схватить за ноги и снова вести себя внутрь в него само, и тогда я могу работать с самим этим желанием получать, находясь в нем, когда я уже способен работать с ним. И скажем, вот здесь я записал определение и есть у нас зарождение и вскармливание и бур и яника, это у нас над желанием получать и мокхин состояние большое, состояние разума, это уже желание получать. Над желанием получать называется, когда я выхожу к заповеди страха, желающего отдачи, хафетсхесед, все, что относится к бине, к включению в Творце. Когда я включаюсь, то, что называется, в тени его наслаждался я, как ребенок, который желает находиться рядом со взрослым, прилепиться к нему и тем самым подняться над желанием получать, а затем, когда он вырастает, он уже может обратиться к своему эгоизму и работать с ним. Это уже то, что называется возвращение из любви. Из Швейцарии спрашивают, если работа относительно группы, то, что такое углубление? Ириго спрашивает, откуда я знаю, что я углубился достаточно? Углубился? Углубление это еще раз. Мы видим на нашем рисунке, что значит копать вглубь, когда я нахожусь в свойстве корень, я как зародыш, я копаю свое желание получать, но во всех своих 613 желания я копаю, находясь в них, поскольку без того, чтобы я находился в них, я не могу выстроить свои формы, зарождения ибура. Мое зарождение ибур должно пройти через уровень неживой, растительной, животной и говорящей этого самого тонкого слоя моих желаний, всех 613 желаний, и таким образом я прихожу к форме готового плода, который уже может родиться, и мы видим в природе, что зародыш во время своего зарождения проходит всевозможные формы, которые предшествуют форме человека, неживой, растительный, животный уровень, пока не достигает уровня человека, и тогда он рождается, а когда он рождается, у него тоже есть те же формы неживой, растительной, животной и форма человеческой уже на уровне его катнута, малого состояния на первой стадии авиюта, когда он уже развивается, обретает мудрость, хохму, и его развитие является общим, когда участие здесь принимает и он, и высший, когда он учится тем самым у высшего всевозможным формам, но тем, что он опирается на высшего и отменяет себя по отношению к нему и так далее. И тем самым он завершает свои младенческие годы, затем юношеские и становится взрослым, пока не способен сам работать со своими желаниями получать, это называется, что он женится, обретает нукву, хиссароны, потребности и входит в себя в более глубокой закладке фундаментов свою нукву и вследствие того, что он работает со своим желанием получать, придавая ему формы дающего, это называется, что он порождает сыновей. Да. вера. Пожалуйста. Тут еще есть непонятно, что такое вера. Вера это отдача. Отдача. Вот и все. Отдача выше получения. Но пользуется силой веры, потому что сила отдачи не находится в человеке. Он должен получить ее у Творца. И благодаря воздействию Высшего Света на него создается в нем возможность отдавать. И эта возможность отдавать приходит к нему в виде магнита, словно удерживающий кусочек металла. Он находится в этом, поскольку он находится под воздействием Высшего Света на него. Поэтому это называется верой, когда он должен получить какое-то воздействие на него свыше, и тогда с его стороны может быть действие по отдаче, какой-то расчет, как отдавать. Поэтому это называется верой. Если бы это было с его стороны, он бы назывался просто, как и получение, у него бы называлась отдача, так это называется верой. Потому что он находится в этом желании только при условии, что Высший Свет передает ему или строит в нем такую возможность, передает ему свойства отдачи. И поэтому свойства отдачи со стороны творения, которое приходит ему вследствие уподавления высшему свету, стремление к нему, это называется верой. Но то, что касается нас, на сегодняшний момент, достаточно нам так воспринимать, что именно это вера, это отдача. да, гелат. Он говорит здесь, что в работе человек приходит к тому, что просит у Творца, чтобы дал ему помощь, свет, возвращающий к источнику, и тогда он говорит, что ответ это тот камень большой, на который он наталкивается в работе, копая. вопрос это свет, возвращающий к источнику, приносит ему этот камень, или камень приводит меня к тому, что я прошу свет, возвращающий к источнику. И то, и другое. Всегда мы находимся между действием, когда мы раскрываем что-то, а после того, как раскрыли, нам снова необходима высшая сила. У нас есть несколько видов обращения к высшему, но мы никогда обращаемся, чтобы он не раскрыл камень. Нам запрещено искать недостатки. Это неестественно и неправильно. И форма нашей работы должна быть всегда положительной. Положительной. положительной в иврите это когда я тебя и обязываю еще с отрицательного понимания. И всегда это к добру. Всегда это представлять себе хорошее состояние. Хорошее это значит отдача, дарование, любовь, тепло и вследствие этого раскрытие духовного состояния. взаимная отдача и так далее. Ну, Ниф, что происходит, если нет у него этих хиссаронов, потребностей? Он не должен искать хиссароны, потребности. Он должен искать свою продвинутую форму. Как я могу продвинуться больше, чтобы быть совершенным отдающим, таким же, как Творец? если нет у него необходимости в этом, это признак того, что он не включился в группу. Он не может сказать, Творец мне не дал, ну, что я могу сделать, у меня нет желаний, у меня нет таких стремлений, я просто как мертвый ничего не желаю, не желаю ничего, это потому, что он должен мобилизовать все эти стремления, потребностей, Творец тебя сначала приводит в группу, кладет твою руку на добрый жребий, говорит, возьми себе, он тебе не будет давать все время подстегивания с его стороны, свободный выбор, это когда ты именно стремишься к той цели, которую формирует тебе Творец как цель, чтобы выстроить потребность к ней, а кроме этого тебе ничего не нужно, если есть у тебя потребность, ты уже работаешь, реализация уже не проблема, проблема наша, только вооружиться потребностью к форме отдачи, чтобы стать человеком, подобным Творцу, и устремиться к слиянию, и все это можно приобрести только от окружения, поэтому окружение, воспитание с помощью окружения, выстроение группы, распространение вширь на все человечество, чтобы по крайней мере получить от них материальные потребности, и мы должны отреагировать на это как воспитатели, ведущие, и это все строит у нас потребность к продвижению, и продвинемся к следующему этапу, к Зору. Переходим к следующему, к следующей части урока, к Зору.